Субтитры делал DimaTorzok 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 Ох, у тебя не чумка Субтитры делал DimaTorzok И никуда твоя Оля от нас не денется Прямо так и сказать, я испек для вас этот торт Ну конечно, девочкам хозяйственные коты нравятся Ну и ребята, конечно, тоже Давай, украшай его вишенками Дядя Фёдор, для феерии одной ягоды маловато Извини, я задумался Ничего, я ещё принесу У меня всё готово Дядь Фёдор, пойдём покажем Оле Твою храбрость Мы тут с Матроскиным торт делаем Торт? Ты бы ещё в куклы с ней играть надумал Девочки любят физически активных Ну там за палкой сбегать Забор перепрыгнуть Грабителя укусить Мы твоей Оле героическое видео отправим Гаврюша! Фа! Подожди у меня Гаврюша, он завис теперь Куда? На баловство нету времени Идём, нам ещё ватрушки малиновый ноктюрн печь Не мешай, Матроски Нормальные парни ватрушки не пекут А дядя Фёдор печёт Он хозяйственный Нет, он экстремал Нет, хозяйственный Нет, он экстремал Хозяйственный экстремал? А я не странно выгляжу Дашь не сомневайся, дядя Фёдор Ты ж первый в мире Хозяйственный экстремал Давай, дядя Фёдор Только пирог повыше держи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ааа! Ааа! Уй, уй! Аааа! Аааа! От плана немного отошли, а? Но видео зачётное получилось. Если бы не твой дурацкий трюк, Оля бы давно уже дядя Фёдору стихии писала. Нет, Шарик. Такой позор отправлять нельзя. В простоквашино есть школа? Нет. А в простоквашино? В город я теперь точно не вернусь. Оля, наверное, думает, что я того. Дядя Фёдор, а может, мы снимем, как ты творожную запеканку готовишь? Нет уж, больше я никем не хочу притворяться. Я хочу быть таким, какой я есть. Дядя Фёдор, тут тебе от девочки Оли сообщение пришло. И что там? Привет, дядя Фёдор, ты смешно упал через корову. Как ты узнал? Привет, дядя Фёдор, ты смешно упал через корову. Классная пародия на городских экстремалов. Что? Ты забавный. Напиши, когда вернёшься в город, сходим в кино. Я забавный. Я забавный. Эй! Я забавный, я забавный. Ура! Дядя Фёдор снова весёлым стал. Матрёскин, готовь трамплин, запекалку петь буду. Ой, мать! Вот чёрно! Ты зачем шарик красный яблоки к зелёным кладёшь? Рассортируй. Матроскин, а ты сам-то чего урожай не собираешь, а? У нас шарик разделения труда. Ты руками работаешь, а я головой думаю, куда яблоки девать, чтобы не пропали. А ещё сыр. А при чём тут сыр Матроскин? А при том, что я свой сыр на фестиваль отправлю. Нужно ему название придумать. Удачное. Я знаю такое. Аванс. И что же в нём удачного? Я, когда сам по себе жил, дружил с рабочими. У них как аванс, так они меня колбасой угощают. Эх, шарик, ничего тебя, кроме колбасы, не волнует. Здравствуйте. Здравствуй, Матроскин. Папа в ваших яблоках сыр нашёл. Червяки в яблоках попадались, было. Но чтобы сыр... Это я его специально вам положил на пробу. Но в фестивале сыра участвую. Уже и название придумал. Мяус дам. Я тебе, Матроскин, за этот сыр сам готов медаль дать. Во, такую. Что? Яблок, кстати, больше не присылайте. А то у нас не квартира, а фруктовая база какая-то. Вот, дядя Фёдор, тебе на пробу. Да отстань ты от дяди Фёдора со своими яблоками. Не видишь, читает человек. Ну вот, ещё одно ведро пристроил. Зря ты шарик яблоки не ешь. Была бы от тебя хоть какая-то польза. Да от меня знаешь сколько пользы. Я твои яблоки в два счёта пристрою. Ну да, пристроит он. Тебя бы самого пристроить. А вот и мы. Мама! Ура! Дегустаторы наши приехали! Сегодня у нас склошное разнообразие. Яблоки печёные, яблоки тушёные, компот яблочный, яблочный салат. И тут яблоки. А сыра разве нет? Обижаете! Какой-то этот мяус дам не такой. Без изюминки. Вот тот из посылки особенный был. И куда же моя изюминка делась? Может, не досолил? Аблоки! Дегустация сыра Мяус Дамп Объявляется открытым Ну как, есть в сыре изюминка? Нет в нем никакого изюма Сыр как сыр На российский похож Все-таки в город вы нам какой-то другой сыр присылали Еще пропало О, нет Ничего не пропало Мяус Дамп наш очень вкусный Давайте его сами на фестиваль отправим Тама, тама Непорядок В такой посылке он у вас из шара в лепешку превратится Наполнитель нужен О Ну как? Теперь в самый раз Есть кто дома? Вам посылка С фестиваля сыра Эх, несите ее обратно Не отправлял я свой сыр Вы меня и дальше на дегустации приглашайте Очень я в них силен Адрес наш Давайте посмотрим Ого, Матроскин, смотри Приз за самый тонкий аромат Сыр Мяус Дамп Не зря мы его сами на фестиваль отправили Вот так вот, а А я в посылку еще и ведро яблок пристроил Чтоб сыр твой по дороге не развалился Яблоки Вот она изюминка Так, все яблоки тащим в погреб Я там сыр ароматизировать буду Хоть ты, Матроскин, во мне и сомневался Яблок больше нет Я все пристроил Моя изюминка! Здрасте вам! Здрасте вам! Опа! Чокер-цокер! Опа! 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 Дядя Фёдор, а ты помнишь, что у вас на следующей неделе Олимпиада по физкультуре? Ты готовишься? Ой, какое совпадение. Я как раз прошла ускоренный курс подготовки по физической культуре. Ага. Я не только Феденьку. Я здесь всех подготовлю. Все на построение! В одну шеренгу становись! Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Начинаем тренировку. Пять кругов вокруг двора. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, кажется, няня у нас того. С физкульт-приветом. А я слышал, с такими лучше не спорить. Так, что там дальше по плану? Здоровый завтрак. Жуйте как следует. Раз, два. Раз, два. Надоела эта каша. Когда уж что-нибудь другое на завтрак будет? Каша – самая полезная еда для спортсменов. Так в моем журн... Вот в этом методическом пособии написано. Давай, давай, давай. Ну, еще разок, дядька, давай. Так чемпионами мы не станем. Будем учиться преодолевать препятствия. На Олимпиаде все через козла прыгают, а мы будем прыгать. О, через этого, с рогами. Для собак, кстати, тоже Олимпиады проходят. Я вот сейчас с вами подготовлюсь, а потом поеду медаль получать. Ну-ка разойди. Так. И как теперь тренироваться? Эх, и все бы ему развлекаться. Как будто дел никаких нет. Э-э-э, куда это вы мою корову повели? Нам для тренировки спортивный снаряд нужен. Козел. Это кто тут козел? Коровка моя? Благородное животное? Ай! Да, с таким настроением в Олимпиаде не победишь. А козел, между прочим, снаряд спортивный. Козел, конечно, снаряд спортивный, но при чем тут мои коровы? Ох, да милаясь я. Ой, еще обед полезный готовить. Ой-ой. Угу. А что, удобно? Алло. Мне срочно нужна пицца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это что тут у вас? Праздник какой-то? Это вы хорошо придумали плакатами все украсить. А вы чего хотели-то? Так я пиццу привез. Вы ж заказывали. Ха-ха-ха. Теперь наша почта еду доставляет. В деревне почтальон и чтец, и жнец, и за едой гонец. И все на одну зарплату. А я и не знал, что пицца эта полезна. Так в моем методическом журнале написано. Что это такое? Ой-ой. Исключить мучное, сладкое и жареное. Стоп! Везите свою пиццу обратно. Возврат продуктов данного ассортимента невозможен. Ой, ладно. Приму удар на себя. А вам вот. Опять каша? Да за что нам такая жизнь собачья? Чего это сразу собачья? Человеческая жизнь. Школьная. Детей специально для Олимпиады дрессируют, а потом за это медали дают. Не дрессируют, а тренируют. Но на одной каше мы долго не протянем. А долго и не надо. Олимпиада уже послезавтра. Проверить подготовку в условиях близких к... А-а-а! О, отличное место для того, чтобы проверить готовность к Олимпиаде. Итак, наступил момент, которого мы так долго ждали. Сегодня мы узнаем, насколько плодотворными были наши тренировки. Это что за форт Боярд вы здесь устроили? Это мы к Олимпиаде готовимся. Сейчас Феденька продемонстрирует свои достижения. Это всё, конечно, замечательно. Но Олимпиада будет. По теории физкультуры. Как? Письменно. Чего? Вот зачем ты, Шаев, любимый котёл Мегеровны испортил? Я, между прочим, первый чемпионат мира по одиночному, синхронному плаванию организовал. Среди лягушек. Ну да. А нам теперь его весь день отбывать. Импресарио ты, мохнатая. Я ж не знал, что они проигрывать не умеют. И грязью друг в друга кидаться начнут. Вот. Приглашение на открытие Бобрового аквапарка. Друзья, вход свободный. А шарику вашему 200 рублей. А что сразу мне-то? А нам лягушке после чемпионата твоего всю воду замутили. Еле успокоили. Он всем медалей за первое место выдать пришлось. Надо скорее заканчивать. А то вот Мегеровна нас не отпустит. Чтоб она позеленела. Заносите, Игорь Иванович. Только на меня не смотрите. Я на лицо масочку нанесла. А, Маргарита Егоровна, какое безобразие происходит? Лягушки по всему берегу посуду разбросали. Пока все не очистите, из дома ни ногой. Надеюсь, это отучит вас пачкать посуду. А сегодня в клубе танцы будут. Магарита Егоровна. Ну все, плакал наш аквапарк. Не плачь, Вера Пауна. Кажется, я знаю, как сделать так, чтобы Мегеровна от нас отстала. Так, я не поняла, почему приостановлена воспитательная работа? Да мне вот бабушка крем прислала, омолаживающий. Она в этой, ну, в косметической лаборатории живет. Ну и шлет его кому попала. А нам эти кастрюли теперь полжизни чистить. Вот мы и решили компенсировать процесс старения. Тебе нельзя, Вера Пауна. Вдруг ты в младенца превратишься. Омолаживающий, говорите? Мы бы и вам предложили, но... Крема мало, а у вас лицо вон какое, большое. Воспитанные животные никогда не скажут женщине такую бестактность. И вообще, вы и так молодые, а некоторые еще и махномордые. Только продукт переводить. И наносите на лицо с закрытыми глазами и не снимайте, пока не отвалится. А вот она! А вот она! Как-то у вас подозрительно радостно. Я ведь вас насквозь вижу. Ой! Давайте-ка поиграем в города. Так я буду знать, что вы ничего не замышляете. Амстердам. Ну, Фиденька. Мурманск. Молодец. Так, по графику у вас пятиминутная прогулка. Потом возвращаемся к работе и не забываем про города. Мурманск. А знаете, может быть, мы еще и попадем в аквапарк. Аху-ху! Ой! Ой! Кажется, я забыл в крем закрепитель добавить. А вот она! А вот она! горгополь чего на мягкий знак городов не бывает тогда горгопольск мне на к красноморск нижний красноморск помню славно там по путевке отдохнула фантастика я же лет десять сбросила это еще что такое немедленно приберитесь ложитесь спать а мне на танцы идти придется такую красоту от людей нельзя прятать и есть еще силы это я поставил печки ой мы ничего не выписывали мы читать не умеем это я знаю деревня простокашина не писем ни газет ни журналов раз в месяц продуктовая посылка и стулы да да с пряниками от бабушки моей дайте угадаю она у вас на кондитерской фабрике работе извините ошибочка вышла надо простоквашинских предупредить идет вот до чего романтика доводит первый раз за 60 лет деревне перепутал ай меня же марго в клубе ждет няня ваша каблуки надела и через дальний овраг клуб побежала вот как договаривались и так личкин простокашина амиги равна ждет его на танцах и это значит что мы все еще по разику прокатиться арики со мной перри фотоаппарат здесь срочное дело матроскин смотри получается нет времени на клоунаду матроски тут не один ты делом за у других тоже свои интересы существует существует шарик только то что приносит пользу от колеса твоего какая польза такая польза что этот цирковой номер будет мы вечером во дворе аттракцион устроим давай с нами матроскин не когда мне дядя федор фокусы разучивать я конкурсу фермер года готовлюсь пошли шарик а 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 ч а Ты знаешь, ты не победил еще. Да я и в конкурсе «Фермер мира» первый приз возьму. Главное создать правильный образ. Ну, пошли в коровник позировать. Теперь, Шарик, самое главное. Фермер мира без коров не бывает. Куренки прекрасны. Ну, и я тоже. Ты, главное, все не испорти своими фотографиями. Караул! Обворовали! Фера Павловна, ты их видела? Тому-тому? Ну, похитителей! Ти-той! Катастрофа! Похитителей средь бела дня увели! Что случилось, Матроскин? Коровы исчезли! Только что были, а потом раз и нету! Успокойся, Матроскин! Ну, не могли же они исчезнуть! Коровы не иголка с такой сеной найдется! Может быть, ты смотрел невнимательно? Да как же невнимательно! На дворе нет, коровники нет! Ни сквозь землю же они провалились! Там! Я там! Ой, Вера Павловна, не до игр мне сейчас! У меня корову или... Да! Там! Там! Нашлись! Ах, вы проказницы! Я уж думал, всё! Оширотел! Что такое? Нарисованные? Это что за шутки? Так, товарищ Печкин, нужно срочно дать объявление во все газеты о пропаже коров! А у этого гражданина с велосипедом разрешение на осуществление почтовой деятельности спрашивали? Одни картинки кругом! Ни поговорить, ни обняться! Тьфу! Вот, и я так думаю! Тьфу! А, самозванец! И нос снимай! Так что у вас стряслось? Да катастрофа стряслась! Коровы мои, чу-чу! Совсем вы со своими коровами рассудок потеряли! Вот же они! Теперь про меня точно в газете напечатают. Посмешище года. Животновод без животных. Пошли, матроскин! Вместе твоих коров поищем! Веди нас, Вера Павловна! Табах, Табах! Табах, Тази! Ура! Нашли! Настоящие! Незарисованные! Эй! Надо же! Грубый! Олимпийский! А теперь гвоздь программы! Неподражаемая пара художников и лизионистов! Вера Павловна и Тама-Тама! Номер с исчезновением! Ой! Вера Павловна! А он точно по наружку исчез? Хе-хе-хе! Я бы на вашем месте недвижимое имущество застраховал от любых фокусов! А что? Похож? А главное, молчи! Мам! Папа! Ну вот! А ты расстраивалась, что культурной жизни в провинции нету! БПТ! Большой Ростоквашинский театр! О! Браво! Браво! Коллега, а буфет у вас где? Ой! Все-таки ты шарик обалдуешь! Кто вместо обычной капусты зайчью капусту садит, а? Обычной. Обычную в магазине купить можно. А зайцам где капусту брать, а? В лесу. В лесу только летом еды много. А я на зиму продовольственный запас для них готовлю. Понял? Я и говорю, обалдуй! Зайцы зимой в спячку впадают. Это медведи зимой в спячку впадают. А зайцы шерсть меняют. А я так нашего зоозащитника экзаменую. На экзаменах правильные вопросы задают. Например, вот зачем я к вам приехал? Зачем? Обеспечил доставку. Женский журнал «Ухотница». Но я вам его все равно не отдам. Маргарита Егоровна? Не входи! Убьет! Ай! Батюшка! Ой! Какой сегодня день? Согласно квитанции, вчера был вторник. Среда, значит. Если к вечеру не допишу, все пропадать мне в этой глуши. Не шуметь, не мешать, лампочек не зажигать. Двери закрыть. Вечером отправим бандероль. Для творческих нужд постоянных клиентов готов на сверхурочные. Творчество – это когда по велению души. А у нас все ради этого журнала. Вот, читайте. Модная женская премия «Шекспирка века». И приз хороший – переселение на родину Шекспира, проживание в замке с привидениями, полный пенсион и грязевые ванны. Только нужно пьесу написать, как Шекспир, но при этом быть Шекспиркой. Шекспира мы знаем. Его в библиотеку надо и заказывать. Ай! Ай! Был июнь, вечерела. Нет, розовела. Был розовый июнь. Если июнь, зачем розовела? Маргарита Егоровна, быть или не быть? Вот в чем вопрос. Нет больше для меня такого вопроса. Не быть мне Шекспиркой века. Федя, иди делай уроки. О! О, дядя Федор, а ты зачем с кочергой к Мегеровне ходишь? Это я помогаю пьесу написать, чтобы она премию выиграла и приз получила. Переезд на полный пенсион? Молодец, дядя Федор! Прощай, Мегеровна! Только у нее одни мятые листки, а не пьеса. А я вот что придумал. Шарик, текст. Эй, текст! Брысь! Брысь, кому говорю! Эй, пропадай. Еще насажаю. Что? Отдай, отдай! Таить или не доить? Вот в чем вопрос. Но чтобы доить, надо кормить. А все луга и огород у зайцев в разграблении. А зайцы кто? Что пользы в них? Одно лишь шумовство и погрызение. Пусть нету в зайцах молока, зато быстры и грациозны. Свой хлеб едят задаром, а то и вовсе грабежом живут. Но в марте не орут и в доме не линяют. К тому же мышей не обижают. Не рифму подобрать уж не дошу. Ты, Шарик, просто обалдук. О, как с тобой я кровь делил, матроскин бессердечный. Вести с тобой беседу недостойно, поэтому к тебе сейчас я обращу свой хвост. А вот тебе мой хвост. Нет повести печальнее на свете, чем ссора в простоквашинском дуэте. Здрасте! Маргарита Егоровна! Первое место! Почитайте нам, Маргарита, то есть Шекспирка Егоровна. Был вечер. Полосатый незнакомец поднялся перед ней и воскликнул. Доить или не доить? Графиня побледнела. Вот это литература, я понимаю. А мы вам подарок приготовили. И вы только швейную машинку мою не забудьте оставить. Вы теперь Шекспирка. Вас ждут в замке с грязевыми ваннами. Некогда мне по замкам мотаться. Я новый роман начала. Сон в летнюю, зимнюю. О! Сон в дымисезонную ночь. Тома, Тома. Тома? Это что такое? Ну-ка быстро верните ребенка на землю. Да! Ой! Как это остановить? А еще лучше сломать. Прогрессивная вы все-таки женщина. Маргарита Егоровна экстремальным спортом увлекается. Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал. Так, штуковину эту разобрать. Нет! А во что тогда Вера Павловна играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра. Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон. А я в тишину, покой и арт-терапию. А Вера Павловна играет в нарисуй свою мечту. И нарисованное у нее непременно сбудется. И вот еще, где есть мотоцикл, нет меня. У нас на бочке такие детали пользу принесли бы. Ими клумбу можно украсить. А у нас теперь ржавеет будут из-за Мегеровны. Да. О! Я вот дома. Дядя Пичкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем. А что? Бывает почта морская, бывает авиационная, а у нас мото-почта будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магарита Егоровна, позвольте увезти вас в закат. Да сгиньте вы, Игорь Иванович. Ой, что это Мегеровны с утра не видать? Никто бутерброд изо рта не вытаскивает. А ну, он цветочки за сараем рисует, нервы успокаивает. Магарита Егоровна, вам доставка мото-почта. Ох, дожить бы до выходных. Наша почта семь дней в неделю работает. Распишитесь, пожалуйста. Да я отказываюсь от услуг такой почты. А я приветствую услуги такой почты. Примите посылку товарищ Печкин. Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь, туда-сюда. Не может почта бесцельно туда-сюда кататься. Ну, дома. Эх, устами младенца глаголит истина. Берите новую высоту. Ой. Ой. Меня хватит. Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось. Борь. Это вы, Маргарита Егоровна, вверхтормашками? Или я? От вашего мотоцикла вся жизнь вверхтормашками. Ну а теперь всё снова по-старому будет. По-старому? Это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдёмте выпьем за это чаю. А детальки собрать. Да сделайте из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино. Целебная. Того-того? Кто там? Аккуратно, Шарик. Поломаешь тачку, вычтуешь премии. Не боись, матроскин. Она же на гарантии. Она-то да, Шарик. А вот у тебя гарантийный срок, похоже, закончился. А чего я сделал-то? Мусор выбросил. Это не мусор, Шарик. Это такая полезная штука. Её можно и печь растопить, и от дождя укрыться. Ребят, а что это у вас Гаврюша жуёт? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюнь! Ну, плюнь, Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик, всё это нам ещё пригодится. Соседи! Вот, я смотрю, носитесь, будто у вас Олимпиада. Да и думаю, подойду. Поболей. Ого! А это тут что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю. Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно. Экологическая катастрофа собственной персоной. Прям Эверест. Ну, только мусорный. Эвер... что? Это я аллегорию применил. Большая свалка, то есть. В общем, граждане млекопитающие, будем ферму закрывать. Антисанитария! Никуда не уходите, я за бланком. Вот что, Шарик, надо всё это взять и в лес вывезти. В лесу друзья мои живут. Они ко мне, значит, со всей душой, а я им, знаете, товарищи, картон, пожуйте. Я согласен, я. Это временно, Тунберг Хвостатый. Мы потом всё обратно привезём. В связи с несанкционированной свалкой, завитое число, завитое подписи. Опа! Здрасте, Марк. А где это? Куча и, извиняюсь, вонючая. А нету, Игорь Иванович. Была, да сплыла. В город отправил я свою коллекцию на выставку полезных штук. Как сплыла? Речные перевозки закрылись. Бобы шалят. Вот она. Куда, Вера Павловна? Нормози. Так-так. Водитель не пристёгнут. Раз. Без шлева. Два. А это что ещё за мерзость? Говоришь, коллекция в город сплыла. Видишь, матроски, не приживается мусор в лесу. А ну-ка, ведите меня на место преступления. М-да. Парусность подвела. И ветер не учёл. Значит, терма закрыта до устранения, так сказать, экологического бедствия. Ну и штраф, само собой. А-а-а. А-а-а. Ай, ферму нам закрыли. Убыль. Штраф нам выписали. Снова убыль. А не заплатим штраф, не откроют ферму. Круг замкнулся. Я банкрот. Ты, матроскин, сам виноват. А я тебе говорил, надо было давным-давно всё это выбросить. Эх, шарик, зачем напоминать мне о прошлом, если у меня нет будущего? Нужно весь мусор в переработку сдать. Из него на заводе новые вещи сделают. А тебе, матроскин, деньги даже заплатят. Ура, дядя Фёдор! Заживём, как прежде! Ты же серьёзно про деньги? Вы чего это вашу антисанитарию прям к парадному входу паркуете? Дядя Пичкин, это мы вторсырьё сдать хотим. На переработку. Чудненько! Приходите после обеда. Я как раз с трёх часов буду приёмщиком числиться. А ну, принимай вторсырьё, бюрократ! У меня коровки недоины, стойла нечищены, у меня гаврюша не выгулен! Не кипятитесь, гражданин! Вы и так уже нарушитель. Давайте, что там у вас? На весы! Так, 160 минус 17 плюс 72 за металл. Итого получается 1200 рублей, которые идут в счёт уплаты штрафа, выписанного гражданину Матроскину ранее. Прошлый мусор на оплату штрафа ушёл, а этот уже в прибыль прилетел. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, пожалуйста! Так, почему не в душе? Я для вас шариком специальный шампунь купила. От Блох. Окрашивающий. Это же мой. Вот именно, Маргарита Егорна. Потому что неправильно это котов шампунем мыть. Субтитры делал DimaTorzok Да, Матроскин, здорово ты посидел. Хм, а я вот сегодня ни минуты не сидел. Не то, что некоторые. Ой, Шарик, не до тебя сейчас. У меня из-за этого шампуня все полоски пропали. Подумаешь, полоски. У меня шерсть каждый год линяет. И то я не скулю. Тебе не понять. Меня потому и прозвали Матроскиным, что я полосатый был. А теперь кто я теперь? Он еще жалуется. Да о таком цвете каждая артистка мечтает. А мне чем мыться, если ты весь шампунь на себя извел? Придется идти за новым. Мурка, коровка моя. Ну, ну, куда, куда ты, дядя? Все пропало. Коровки мои меня не узнают. Да ладно, Матроскин. Может, все еще не так плохо. Вот именно, дядя Федор. Все еще хуже. Я не просто полоски потерял. Я самого себя потерял. Това-това. Ура! 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 Говорила мне мама, не ешь просроченные сосиски, сынок. Вот теперь и мерещится всякая гадость. Вот не пойму я, что он так убивается. Если б я вдруг белым стал, так я б об этом в своем блоге рассказал. А давай мы в твоем блоге про Матроскина расскажем. О! Слышь, Матроскин, тут подписчики просят тебя в прямом эфире показать. В каком эфире? Здрасте, здрасте всем. Вот наш Матроскин, который побелел. Матроскин, смотри, твоя фотография всем нравится. А еще тут пишут, что теперь тебя можно называть снежком. Или творожком. О, Маргарита Егоровна, какая приятная встреча. Что-то полосатого давно не видно. Можно я пока его корову возьму? А то мне большую партию посылок развести нужно. Да хоть всех забирайте, Игорь Иванович. Ну-ка, иди сюда. Гуля, гуля, гуля. Это кто еще? Ну-ка, прысь отсюда! Матроскин я, и я своих коровок в обиду не дам. Батюшки, да вы без полосок, как письмо, без адреса. А коровы ваши по всему простокваши нашастают. Не по инструкции это. Мои коровки, товарищ Печки, могут гулять там, где им вздумается. Понятно вам? А че что-то не понять-то? Кто-то же. О, по-матроскински. Как ты его? По-матроскински. Узнала! Мурка моя меня узнала! Это потому, что я снаружи белый, а внутри полосатый. Ура! Полосочки мои вернулись! Так, я не поняла. Так это подписчики захотели? Тама-тама Молодец! Правильно, Вера Павловна! Неправильным ты вещам дядя Фёдор-сестру учишь. Лучше бы полезные ягоды от ядовитых учил различать. Или их грибы там. Маргарита игольна! О-хо-хо! Бросьте вы уже свои деревенские повадки через окно кричать. Да, в приличных домах гости в дверь входят. А если им на стук не открывают, то и уходят во своёсе. Я в телевизоре видел, что сиренады даже в приличных домах петь принято. О чем же ваша сиренада? Прекрасная пора грибов учарования и клюквы кислые. Красава! Да. Снова вы дразнитесь. Вообще, я вам посылку принёс. Сапоги модные, женские, резиновые. Охотница! Игорь Иванович, у вас кепка, клюква испачкана. Теперь вам только химчистка и поможет. Ну да, тебе вообще уже ничего не поможет. Зима на носу, ни грибов, ни ягод. Только лайки в компьютере ставить умеешь. Где витамины для Веры Паловны брать будем? Да не ругайтесь вы, витамины в лесу будем брать. Берите корзины, пойдём по грибы и ягоды. Правильно, дядя Фёдор. А что сами не съедим, то продать можно. Из грибов с оленей наделаем. Знаю я ваши грибы. Снова поди, клад в лесу искать будете. Вот про вас даже газет специальная пишет. Кладоискатель, любитель называется. Можете подписку оформить. А не нужна нам подписка. Мы в лес за грибами идём. Зря. А я себе подписочку оформил. Ну куда же мы будем грибы и ягоды собирать, если вы корзины не взяли? Нет у нас больше корзин, дядя Фёдор. Всё Мегеровна забрала. А она в них кроссворды хранит. Как говорила Куку Жоржель, если завела резиновые сапоги, изволь их по грибы выгуливать. Да, хорошо, что мы с дядей Фёдором за клюквой на болото идём. Мне в лесу нужен сторож. Феденька, а ты со своим котом последи за Верой Павловной. Тама-тама. Ладно уж, прослежу за ней. А то ещё поганок наберёт. Тама-тама. Лес большой. Грибов и ягод всем хватит. В газете ясно написано, клады следует искать под пнями или в других приметных местах ландшафта, где их в старину разбойники прятали, но забрать забывали. Шарик, фас, то есть ату, то есть ищи грибы. Атует, когда на дикого зверя надо напасть. Фас, когда на вора. И вообще собаки нужны не для того, чтобы грибы искать. Для этого свиньи специально есть. Собаки нужны, чтобы хвостом вилять и командой выполнять. А ты шарик-попугай, только болтать умеешь. О, грибы-ягоды. Брейс, ты себя шишек набери. А вот это вот преступление. Грабёж называется. Дух? У-у-у-у-у. Лесной дух, значит. Будьте здоровы. Я-то буду. А вот, Белка, всю силу, что ли, будет. Это всё шарик. А вот за враньё породовка на носу, как выскочить. Я всё верну. Ну-да, вернёшь. И ещё принесёшь конфет. Или что там ещё, Белки? Любят. Всё, я всё принесу. Молочко у матроскина возьму. Яблочки, орешки с рынка. И зайцам капусты, и птенцам этих червей. Зайцам птенцов, червям капусту. И чтобы дома детей, особенно шарика, не обижала. Да, Ваше Величество. То есть лесничество. И вообще, в сборах с Матроскиным всегда мою, то есть шарика, то есть лесничество, нужно сторону занимать. Надо нам шарика спасать. Ой-ой-ой, ой, пчёлки. Чё это он там делал? Все собаки, как собаки, и кости зарывают. А это, наверное, клад зарыл. Надо проверить. Хм, сейчас я тебе покажу лесничество. Говорящее дупло. Копался? Эй, Маргарита Егоровна, какая приятная встреча. Давайте клад найдём. Ай. Ой. Не ушиблись, Маргарита Егоровна. О, чур меня. Чур. Маргарита Егоровна, корзиночку-то забыли. Чур, сказало. Уйди от меня. Ау. У-у-у. А-а-а. А вы уверены, что наш чердак похож на мансарду в этом, в шале? Как чердак назовёшь, так в нём туристы и заживут. И откуда в нашей деревне туристу взяться? Из объявления. Дополнительный доход лишним не бывает. К осени, глядишь, коровник модернизируем. Для начала мою зарплату модернизируем. Я требую прибавку за туризм. Апча! И за вредность. Простите, за нашу вредность или за вашу вредность? Ну, что я говорила? Вот и первый клиент. И помните, клиент всегда прав. И не забываем про улыбки. Проходите, гости дорогие. Здрасте, здрасте. Это у вас массандру в шале отстают. Печкин? Я и не знал, что туризм настолько внутренний бывает. Прям соседский. А зачем далеко ехать? Я ваше объявление в газете увидел и решил, что здесь отдохну. На дороге сэкономлю. О, вы сказочно мудрые, Игорь Иванович. А что же вы стоите? Проходите. Чемодан оставьте, консьерж подымет. Ведь вы теперь отдыхающие. Вот увидите наше гостеприимство на пять звездочек. Да. Тяжелые у вас звездочки. Что хорошо, на курортах можно попробовать местную кухню. Вы от меня бутерброд-то не закрывайте. У вас в объявлении что сказано? Все включено. Кстати, а как у вас тут с достопримечательностями? Что вы передают? Где дикий пляж? Пляж там, где и был. Рядом с коровьим водопоем. А опера у нас тут только Маргарита Егоровна поет. Ну, ничего. Найду, как развлечься. Ну-ка, одолжите мне свой телефон с фотокамерой. Хочу себе селфи сделать. Чтоб себя вспомнить, можно, между прочим, в зеркало посмотреть. Конечно, Игорь Иванович, пока у вас оплачено, все вещи здесь ваши. Вот кто тебя, Матроскин, просил в объявлении приписать дискотека в подарок. Терпите теперь. Вы чего такой грустный? У вас же отпуск вроде. В отпуске роман полагается. Из-за романов у нас только Дюма. 20 лет спустя называется. Мне бы сегодня, а то 20 лет спустя и вспомнить нечего будет. О, Маргарита Егоровна, разрешите одинокому постояльцу помочь вам в домашних хлопках. Вы так добре, Игорь Иванович. Ну-ну-ну-ну, поосторожнее. Простыню лучше всего складывать по инструкции. ảocesso. МАРАТИН АНО加НОen Ой. Владимир, ты зачем ломать-то? Игорь Иванович, а вы будете мне писать? Нет, я письма по адресу доставляю, а не пишу. Эх, электричество за три дня месячную норму нажег. Но в убытке не остались. Здравствуйте вам! Давно не виделись? Какой вы загорелый, дядя Печкин. Хорошо отдохнули. О, шалема, сандра, романтика, спа, все как полагается. Вот вам охота и рыбалка. Пожалуйста. Спасибо. Правду говоря, отпуск меняет людей. С соседями только не повезло. А, нет, не меняет. Вам занимательное скотоводство, вам раскраски. А вам писем нет. Зато есть рекордная квитанция. Можете оплатить прямо сейчас через мгновенный аппарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Они рогами уперлись, но хоть трактором их тащи Я, конечно, в твоих делах мало понимаю Но надо, чтобы они сами захотели Да много ты понимаешь, животновод Хотя... Ну и важный ты, Матроскин Хочется к тебе на вы обращаться Сейчас не об этом, дядя Фёдор Я речь репетирую Впрочем, не возражаю, можно и на вы Эй, дети, слушайте внимательно Тама-тама Тама-тама Находятся новые заливные луга с травой Покрытой прозрачной, как слеза, росой Вместо сухого сена свежая сока Вам нужно лишь довериться мне И наши надои взлетят до небес Учись мечтать, корова Где новое пастбищо? Тама-тама Заливные луга, прозрачная слеза Не слишком ли сложно для коров, Матроскин? Всё отлично, дядя Фёдор Главное, это уверенность и правильная подача И минуточку, внимание Там, там находятся новые заливные луга С травой покрытой прозрачной, как слеза Сухого сена свежая сока Вам нужно лишь Моей Родой Я Свежая Корова Уважаемый, вы своими работами нашим надоем мешаете Не могли бы вы потише осину быть? Нет, это мое призвание Пока я бобер, я буду грызть Ну а что вы от меня хотите? Я почтальон, а не управдом Шумно вам там? Беруши берите А тут у меня тишина, значит, порядок Вы же главный здесь Ваш все истерегаются Особенно, когда счета за электричество приносите Ну, повлияйте Ладно, придумаем что-нибудь Я, как человек влиятельный, могу и повлиять Я извиняюсь, вы почему шум производите? Часу до трех Время тишины А после восьми и на выходных не работаем Вот что с вами такими делать, когда законы знаете? Но раз есть жалоба, то нужна разъяснительная беседа Разъясняйте Я, как уполномоченный, уполномочен сам Если вы чего-то делаете, то бойтесь наказания А если вы ничего не делаете, то бойтесь наказания за бездействие Оп, бойтесь Понятно? Ня-а Вот и хорошо Мне главное беседу провести А дальше как хотите Чем смог, тем помог Давай в раскачку Раз, два, взяли Еще раз взяли Ну я сейчас этому строителю Когда ты мешал мне работать, я молчал Когда ты мешал Печкину мешать тебе, я молчал Но когда ты мешаешь Гаврюше принять правильное решение, я молчать не стану А че скандалить-то? Мост я тут чиню Помогли б лучше Так вот, чего говорю, что упирался Его дорожное покрытие не устраивало Ой, поздравляю тебя, Шарик, я балбес Начинаем испытание Гаврюша, ко мне Как бы теперь его отблагодарить? Мост починил, а значит, надои увеличил Может, ты ему молока послать? Бобры не пьют молоко, Матроскин Он тебе его брата вернет Так даже лучше И я отблагодарил, и молоко при мне Ну, извините, ну, речь напиши И как-то я сам не догадался Начну я, пожалуй, так Сила кота определяется не усами, лапами и хвостом А умением признавать свои ошибки Так вот, я всегда прав Ну как? Знаешь, Матроскин, я б на твоем месте еще над речью поработал ААААААААА! ААААA! Продолжение следует...